Он мог стать легендой отечественного бокса, а теперь в память о нем проводится боксерский турнир. Сегодня в Ярославле стартовали соревнования на призы Александра Лебедева. Паренек был кандидат, тоже тяжелый бой был. В первом раунде я упал, тоже вот, ну встал нормально. Первый раунд проиграл, так, в чистую. Второй раунд набрал, третий раунд я уронил. Вот так вот получилось. Вот самый тяжелый бой был, все болело так. Алексей Викторов провел ровно 100 боев на ринге. На этом турнире откроет счет второй сотни поединков. Соперников будет достаточно. В турнире участвуют не только боксеры из Ярославля и городов России, но и мастера кожаной перчатки из Белоруссии, Украины и Эстонии. Возрастные категории по максимуму – юноши, юниоры и взрослые. А сами соревнования проводятся 32-й год подряд. Бокс сейчас не из топовых видов спорта, однако спортсмен, в память о котором назван турнир, был первым чемпионом мира по боксу. В 79-м году в Йокогаме 18-летний ярославец Александр Лебедев, выступая за сборную СССР, взял золото в полутяжелом весе. Саша не только там все бои закончил ввиду явного преимущества, но он, кроме этого, завоевал в губах сильнейшего боксера мира. Это было признано всеми. Он не только обладал сильным ударом, он обладал филигранной техникой. Александр Лебедев ушел из жизни от обезвоживания организма. Почему оно у него появилось, не установлено. Лебедев уже был включен в Олимпийскую сборную СССР на игры в Москве. Бои на турнире его памяти пройдут 4 дня и завершатся 9 декабря. Евгений Полковников, Максим Сушанов, Городской телеканал.